Минус на плюс. После всплеска заболеваемости в Дагестане правительство России выделило 2 миллиарда рублей на строительство трех современных медицинских центров республики. Ветераны на высоте. Эпидемия диктует все новые и новые формы проведения мероприятий в год юбилея Великой Победы. Антивирусный фронт, высокоточные тест-системы и специальные маски. Десятки тысяч жизненно необходимых в борьбе с эпидемией средств защиты прибыли в Дагестан. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ и я, Мурад Ахмедов. 2 миллиарда рублей выделят на строительство трех медцентров в Дагестане. Деньги поступят из федерального бюджета. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Учреждения будут рассчитаны на 200 коек. Площадки под строительство уже определены в Каспийске, Дербенте и Хасавилтовском районе. Отмечается, что в каждом из этих центров будет установлено современное высокотехнологичное оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерные томографы. Также в центрах будут оборудованы лаборатории для диагностики инфекционных заболеваний. По словам главы Кабмина, это позволит повысить качество медпомощи, оказываемой жителям республики. В Дагестан прибыла бригада московских врачей. Вместе с ними в регион поступили медикаменты, средства защиты и тест-системы. Основная цель прибытия медиков – помощь дагестанским коллегам. Столичные врачи готовы поделиться опытом, так как в Москву эпидемия пришла раньше, чем в регион. У специалистов уже имеется хороший стаж работы с зараженными коронавирусом. Этим же бортом в Дагестан прилетела отдельная бригада с опытом перепрофилирования стационаров под лечение коронавирусных больных во главе с врачом-хирургом. В составе группы врачей – профессиональные пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры, которые уже прошли через несколько месяцев напряженной борьбы с коронавирусом. Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину отправить бригады столичных медиков в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой. Первая городская больница Махачкалы – в зоне особого внимания главы республики. Накануне Владимир Васильев поговорил с врачами медучреждения в режиме видеоконференц-связи и пообещал поддерживать больницу и обеспечивать всем необходимым. Врачи живут в медучреждении уже почти два месяца. Многие из них поделились, как им нелегко находиться вдали от родных и с какими трудностями приходится сталкиваться. Тяжелее всего, наверное, это самое начало. Когда мы только запустили нашу больницу, когда вступили в работу первые бригады, этот поток больных, знаете, немножечко вот этот период нам надо было пройти, потом поток пациентов, тяжелых больных, мы все их через себя проносим, переживая вместе с ними, видеть это все было очень сложно, страшно было. Вы знаете, мы сегодня прибыли в Москвичи, вот мы побеседовали с пульмонологом, с инфекционером, они бы немножечко придали уверенности в себе. Московские медики, прибывшие в Дагестан накануне для обмена опытом, тоже присутствовали на виртуальной встрече с главой. Они высоко оценили деятельность дагестанских коллег в больницах города. Руководитель региона, в свою очередь, призвал глав муниципальных образований последовать его примеру и взять на себя личное шефство над конкретными медицинскими учреждениями на вверенных им территориях. Нюта Федермессер и Анатолий Чубайс передали медикам Дагестана тесты на COVID-19 и средства индивидуальной защиты. Автор проекта ОНФ «Регионы заботы» и председатель управления управляющей компанией «Роснано» прибыли в Дагестан со специальной миссией. Они лично передали комплекты из 20 тысяч высокоточных генетических тестов медикам республики. На закупку для Дагестана первой партии тест-систем затрачено свыше 10 миллионов рублей, которые оперативно собрали сотрудники группы «Роснано». Компания небольшая, занимаемся высокими технологиями. Именно поэтому мы поняли, что один из востребованных сейчас ресурсов, продуктов – это тестирование. Наша компания «Ульяновская Тестген» разработала одной из самых современных систем тестирования, предназначенных целевым образом для COVID-19. И буквально на днях мы закончили испытания, они показали очень высокую чувствительность теста. Соответственно, мы приняли решение о том, что наш коллектив, а у нас всего работает 200 человек, на свои собственные средства приобрели партию тестирующих систем, и вот мы переправили ее сюда, к вам, мухачкалам. Всего в Дагестан планируется поставить 50 тысяч таких тестов, приобретенных как за счет «Роснано», так и на средства, выделенные компании на благотворительную помощь. Поставка стала возможной при взаимодействии с благотворительным фондом «Созидание» и проектом ОНФ «Регионы заботы». Не очень больно читать новости, и грустно, и неловко от того, что, на мой взгляд, мы приехали позже, чем хотелось бы. Хотелось бы месяц назад тут оказаться с тестами, но тесты тоже регистрировались сперва. И мы еще привезли, вчера приехала фура с средствами индивидуальной защиты, вот это новое слово, которое мы все выучили, СИЗы. Там и очки, и маски, и перчатки, и костюмы, и что, на мой взгляд, наиболее ценно, пульсоксиметры – это вот эти приборчики на палец, которые замеряют уровень кислорода и помогают нам помимо КТ и без КТ в любых условиях на дому определить, насколько у человека серьезное поражение, насколько у него страдает от дефицита кислорода организм. Надеюсь, что это все вот сегодня-завтра уже начнет использоваться. Средства защиты уже направлены в больницы и социальные учреждения республики. На встрече с главой Дагестана Нюта Федермессер поделила своими пожеланиями касательно распределения помощи и впечатлениями от увиденного в Дагестане. Мы привезли более 40 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, тоже хотелось бы в социалку передать большую часть, потому что все больше обращают автоматически внимание на здравоохранение, а в социальной сфере очаг – это очень опасная штука. Здесь очень переживаю за ПНИ в Буйнакске, в Казанище, и ДДИ забота, которому было хочется, чтобы у них все было хорошо. При этом есть и приятная повестка вообще не связанная с ковидом. У вас уже укомплектовано отделение палеоативной помощи детское, которому мы дали старт. Я вот специально взяла, это та самая программа, из-за которой мы встретились первый раз, которая написана, подписана и уже реализовывается. Начала работать выездная служба, начала работать помощь на дому от фонда МСАН с муфтиядом. Скорая помощь в период пандемии принимает на себя очень большую нагрузку. Бригады выезжают и к больным, имеющим симптомы коронавируса, и к тем пациентам, которым нужна обычная помощь, из-за внезапно обострившихся хронических заболеваний, а также к попавшим в ДТП и пострадавшим в ходе несчастных случаев. Помощь оказывается всем, даже тем, кто находится в самых отдаленных районах Дагестана. К ним вылетает вертолет санавиации с медиками на борту. С работой Дагестанского центра медицины катастроф ознакомилась группа специалистов Минздрава России, прибывшая в республику по поручению президента страны. Большая территория новой базы центра медицины катастроф позволила разместить рядом с основным зданием вертолетную площадку. Именно здесь совершает посадку медицинский вертолет с тяжелобольными пациентами на борту. По данным Минздрава Республики, в период пандемии медицинский вертолет совершает до трех вылетов каждый день, доставляя в Махачкалу 5-6 больных из самых отдаленных районов Дагестана. С начала года дагестанские врачи выполнили более 65 вылетов и эвакуировали 73 пациента, среди которых уже 10 детей, в том числе 5 малышей в возрасте до года. Это не только больные с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции, но и беременные женщины, заболевшие дети, пациенты с инфарктами, травмами и инсультами. Тем временем автопарк службы скорой помощи Дагестана пополнился новыми реанимобилями. Шесть автомобилей скорой марки Ford класса C оснащены оборудованием по всем современным стандартам. В машинах установлены кардиографы, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и другие устройства для осуществления реанимации и оперативного оказания помощи. По словам специалистов, эти автомобили скорой помощи позволят уже по дороге в больницу проводить интенсивную терапию и значительно быстрее помогать пациентам, оказавшимся на грани жизни и смерти. Вдали от родины в условиях пандемии оказались многие студенты-иностранцы. Только около 250 молодых людей находятся на самоизоляции в общежитии ДГМУ. Активисты Общероссийского народного фронта в Дагестане решили поддержать студентов. Они передали ребятам 50 наборов с продуктами первой необходимости, молочную и колбасную продукцию, предоставленную партнерами регионального штаба помощи. Организаторы отмечают, что в связи с пандемией ребята ограничены в финансовых возможностях, и любая помощь для них будет очень кстати. До этого участниками акции «Мы вместе» уже была оказана помощь студентам ДГУ и ДГТУ. Отметим, что через горячую линию или на сайте «Мы вместе 2020 РФ» каждый может предложить свою помощь или стать волонтером. Муфтия Дагестана в это непростое время охватил благотворительностью почти все муниципалитеты республики. Накануне была оказана помощь больницам и малоимущим жителям Казбековского и Доходаевского районов. Религиозные деятели передали больницам необходимые медикаменты и кислородный концентратор для больных пневмоний. В Казбековском районе представители муфтията ознакомились с условиями проживания медработников при Мечетском Мактабе, предоставленном им в период пандемии. Они также осмотрели пункт для омовения, предназначенный для погибших от COVID-19. Помимо этого, религиозные деятели оказали материальную помощь многодетным семьям в виде продуктовых наборов первой необходимости, а в поселковых магазинах уже по сложившейся традиции погасили долги нуждающихся. Ветераны на высоте в Дагестане в честь 75-летия Победы подняли в небо воздушные шары с портретами фронтовиков. Эта акция по инициативе Федерации бокса России прошла в 15 городах страны. Затем, как все происходило в Махачкале, наблюдала моя коллега Зумруд Гамидова. Аэростаты поднимаются в небо с первыми лучами солнца. Сегодня у них особая миссия. К ней готовили сразу в нескольких регионах России. Организаторы поздравляют ветеранов в буквальном смысле на высоте. 9 мая акцию отменили из-за неподходящих метеоусловий. Ведь для таких полетов нужна особая погода. Как только все наладилось, воздушные шары взмыли в небо. Площадь одного такого баннера почти тысяча квадратных метров. Это для того, чтобы лица героя было видно издалека. На графических полотнах были изображены Булхаким Исмаилов, одрузивший знамя Победы над Рейхстагом, и Магомед Салам Умахана, возглавлявший Советские годы республику. Теперь же его именем названа школа бокса. Примечательно, что эта акция одна из немногих, которую удалось провести даже во время пандемии. Но и она прошла с соблюдением всех мер безопасности. Для того, чтобы это мероприятие провести, это запустить, мы все предусмотрели. Немассовые мероприятия участвуют. Малое количество людей именно от Министерства спорта, от Федерации бокса, от президента Федерации бокса. И мы участвуем, помогаем в этой работе. Воздушные суда для такого необычного парада выбрали не случайно. В годы войны аэростаты тоже участвовали в обороне, охраняя небо от фашистских налетов. Они поднимались в небо над Москвой, чтобы немецкие самолеты запутывались в стальных нитях, которые были привязаны к воздушным шарам. Это акция – дань уважения советским спортсменам, которые воевали на всех фронтах. Мы хотим поздравить наших ветеранов с прошедшим 9 мая. Я думаю, что мы это от того, что по погоде не получилось в 9 мае запустить. И пришлось вот таким, с отложенным временем, хотим поблагодарить Федерации бокса России, которая нам подсказывает такие акции, которые напоминают нам о наших ветеранах. Организаторы акции отмечают, что победа в этой войне досталась нам с потом и кровью. Поэтому память о подвиге советских людей, стойкости и самоотверженности фронтовиков, освободивших мир от фашистских захватчиков, не должна быть забыта. Зумруд Гамидова, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». А вот администрация Махачкалы организовала целый концерт, причем ради одного заслуженного зрителя. Он состоялся в честь дня рождения ветерана Великой Отечественной Елены Зюряевой, перешагнувшей в эти дни столетний рубеж, причем прошел прямо под ее окнами. Мэр Махачкалы Салман Дадаев поздравил ветерана и вручил ей цветы и подарки. Подробнее расскажет наш корреспондент Алина Багилова. В прошлый раз, когда я к вам пришел поздравить в преддверии дьятого мая, я вам пообещал, что ближе к параду и после мы обязательно с вами встретимся и отметим ваше день рождения. Я даже вам обещал ресторан. Прошу прощения, но в связи с такой ситуацией, дабы не подвергать опасности здоровья вас и других вашего, и других ветеранов, мы решили, учетом ситуации, Елена Егорьевна, вы у нас уже простите, пожалуйста, именно в такой обстановке, но все же отметить ваше день рождения. По рассказу, она единственная, кто выжила из всей семьи. Мать, три брата и две сестры умерли с голоду, а ее в Махачкалу привез сосед, спрятав сумки среди вещей. Елена Егоровна Зюряева или баба Лена, как ее называют соседи, была рада встрече и такому вниманию. Я обещала слово, да, я даже вот дожила, но дальше не знаю. Не, не, у нас было там несколько моментов, мы же должны вальс танцевать с вами. Вы помните, говорили, вот с такими каблучками туфельки у меня есть, вы говорите. Нет, нет, нет. Елена Егоровна живет одна, но ей помогают соседи и социальные работники. Не остается баба Леной без внимания со стороны администрации, представители которых регулярно навещают ветерана, помогают в решении проблем. Я рада, что знакома с бабой Леной и говорю о том, что этот мужественный такой человек, добрый, отзывчивый, она заботливая, любит, помогает всем. Я к ней, как к бабушке своей, люблю ее, желаю всего хорошего. Живем больше 30 лет с соседями, общались вместе, а потом муж умер, и мне неудобно было ее оставить. Вот сейчас тоже я выхожу себе что-то купить, я говорю, что вам нужно. Я все время говорю, бабли, но только на руках не несут и правительство наше, и простые люди. Большое уважение есть, большое это есть к ее старости. Время неумолимо. С каждым годом тех, кто лично застал события 41-45-х годов, остается все меньше и меньше. Хранить память и нести ее дальше – это главная задача поколений. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Глава Дербента Хизри Абакаров проинспектировал строительство новой инфекционной больницы. Медучреждение строится в древнем городе согласно поручению президента. На стройплощадке продолжается армирование и практически завершена закладка фундамента. Уже залито 300 кубов. Завершить строительство больницы планируют 28 июня. Подробнее по тематам Ханапу. Работы здесь ведутся круглосуточно. Здание будет построено по типовому проекту Минобороны России. Больницу оснастят современным оборудованием. В первую очередь аппаратами ИВЛ и томографами. Но это по завершении строительства. А пока в планах отмечают специалисты в течение двух дней завершить все фундаментные работы. Сейчас у нас идет обратная засыпка под фундаментную плиту. Подготовка к бетонированию. Сегодня в ночь начинаем уже армировать. Завтра предварительно будем, скорее всего, заказывать бетон. Сегодня будет закончена полностью вся подготовка. И частично на 50% монтаж канализационных труб. Вывод из здания. Строительство нового госпиталя планируется завершить к концу июня. Его мощности дополнительно позволят охватить диагностикой и лечением населения всего Южного Дагестана. В свою очередь глава Дербента Хизри Абакаров поблагодарил всех, кто принимает участие в строительстве за оперативную работу. Я хочу сказать большое спасибо командующему флоты Сергею Михайловичу Пинчуку. С первого дня он включился, ночью позвонил, сказал, что песок завозят. И всем военным тоже хочу сказать спасибо. Игорь Николаевичу хочу сказать, что целыми днями здесь находится. Всем большое спасибо. И вы делаете очень большое дело для Дербента. Это то, что нам на сегодня нужно. Спасибо. Отметим, что по поручению Владимира Путина в Дагестане будет построено три медицинских центра в целях оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Их возводят в Дербенте, Каспийске и в Хасавюртовском районе. Строительство ведется военными по специальному проекту Министерства обороны. По теме от Канапова Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Дербент. Только искренняя поддержка и молитвы способны вылечить любые болезни. Инициативная группа представителей газеты «Ассалам» подарила цветы всем пациенткам 3-й городской больницы в Махачкале. Также на нужды медучреждения передали 600 тысяч рублей. Отметим, что за время работы народной больницы, а это больше двух недель, всего было принято около 120 больных пневмоний. Я хочу большое спасибо сказать медперсоналу, которые четко, спланированно, хорошо работали. Никакой паники, ничего не было. К тем, что нужно, говорю, весь паник вылал, пациенты спокойно успокаивали, культурно все было хорошо, отличие. Вам спасибо за хорошую работу. Сложную ситуацию в стране и республике нечистые на руку люди используют по-своему. Тема, о которой мы расскажем сейчас, касается практически каждого. Ведь банковскими картами пользуется абсолютное большинство людей. Именно самые доверчивые из них зачастую становятся объектом пристального интереса со стороны мошенников. Способы отъема денег совершенствуются, преступники действуют все изощреннее. Теперь списать деньги злоумышленники пытаются посредством популярного сервиса Авито. Как не стать жертвой новой схемы мошенничества, расскажут мои коллеги. Интернет-торговля теперь становится все более популярной. Простота и доступность процедуры – главная фишка онлайн-магазинов. Однако такое положение дел развязывает руки множеству аферистов. Относительно новым видом обмана стало мошенничество на Авито с картами. Одной из жертв такой схемы оказалась и жительница Дербента. Девушка выставила товар на сайт. Через некоторое время появился покупатель, который сообщил, что готов перевести деньги на карту. Но для этого необходимо продиктовать ему секретные данные. Я выставила коляску на Авито. Ко мне числам 17 мая звонит женщина. Она у меня спрашивает, продаю ли я коляску. На что я ответила, да, я продаю коляску. Через некоторое время звонит уже голос мужчин из молодой пары. Он говорит, вам звонила моя мама на что-то коляске, я хочу приобрести его для своего ребенка. Я могу ли вам на вашу карту этот отправить? Я сказала, мой телефон прикреплен, вы можете на мой телефон отправить. Он говорит, а если на карту вам перечислить? Ну, я тоже не первый раз продавала. Я сказала, да, можно. Необходимо помнить, запрещено передавать другим лицам данные на обороте карты, коды, передаваемые банком с помощью смс на ваш телефон. Также ни в коем случае нельзя вводить данные в банкомате, передаваемые аферистами. При их вводе преступник открывает доступ к вашим деньгам. Однако обо всем этом, к сожалению, потерпевшая не знала. Он просто вошел в доверие, и она его назвала на коды своей банковской карты. То есть номер карты назвала ей обратный код. Он подключился к ее банковской карте, то есть перепривязал свой номер к ее карте, при этом она не поняла, что произошло. И в последующем подвел ее к банкомату, где под его руководством она выполнила команду, сняла деньги со своей карточки. И, введя ее в заблуждение, как бы в такой временной цепнот, не дал ей опомниться, заставил ее назвать коды, которые приходили ей в смс-сообщениях. То есть таким образом он подключился к ней. Оформил на ее имя кредит дистанционный, и после этого заставил выдать эти кредитные деньги через банкомат, а потом уже эти же деньги направить на его счета. После этого он отключил телефон и исчез со связи. Мошенники с каждым днем становятся все более изобретательными, не придумывают новые способы хищения средств с банковских карт. Развитие онлайн-торговли и использование безналичных расчетов лишь способствует этому. Но тут скорее дело не в интернете, а в человеческой наивности. Так что лучший способ деньги уберечь – это положить трубку и не вестись на сомнительные предложения. По темам Ханапова, Мурат Бекбарзов при содействии МВД Дагестана. Друзья познаются в беде. Накануне в Дербент прибыла фура с десятью тоннами дезинфицирующих средств. Такую братскую помощь городу оказала республика Северная Осетия Алания. За ставку груза осуществили Рамиз Меликов и Феликс Латифов. Они родились и выросли в Дербенте, но в данное время проживают за пределами республики. Наблюдая за всем предстоящим в республике, и в частности в нашем городе Дербенте, наши друзья из Северной Осетии Алания не смогли остаться в стороне и оказали нам помощь, братскую помощь в виде детсредства, которое мы решили предоставить нашей администрации, главе нашего города, которым распорядиться, я так думаю, что правильно. Я очень хочу поблагодарить главу Северной Осетии Вячеслава Бетарова и также компанию ООО «Беземед» Тельмана Засеева. Спасибо и очень приятно, что все откликнулись и все помогают. И в дальнейшем, когда все это закончится, я думаю, мы будем часто друг к другу в гости приезжать. Санитарная обработка городских пространств с помощью этих средств уже ведется. Она продлится несколько дней. Кроме того, жители Дербента протестировали на наличие антител коронавирусной инфекции. Тестирование организовали в могальной части города. Это самый густонаселенный район Дербента. Поэтому работа в этом направлении была начата именно здесь. Экспресс-тесты позволяют узнать результат в течение двух минут. Эта акция бесплатная. Эти анализы нам направлены меценатом Кирилл Сулейман Абусаидовичем. Данные мероприятия будут продолжаться. Они очень эффективные, которые определяют в течение двух минут наличие или отсутствие антител G и M к этому вирусу. Будем определять, сколько у нас людей переболело, как говорится, бессимптомно, а сколько людей еще находится в острой фазе. В это же время волонтеры проводили на могалах разъяснительную работу, а сотрудники горсервиса начали дезинфекцию старинных районов. Участие в процедуре тестирования приняли глава Дербента Хизри Абакаров и главный санитарный врач республики Николай Павлов. Николай Павлов прошелся по улицам Дербента, отметив, что большинство горожан соблюдают режим самоизоляции. В данной ситуации очень важно соблюдать ряд моментов, самых элементарных правил. Мы должны с вами в обязательном порядке носить маски. И маски мы еще будем носить долго, потому что инфекция пришла, инфекция очень сложно уходит. Процесс довольно длительный, поэтому мы должны войти в привычку нам в данный момент. Мы должны выработать культуру ношения масок. Пройдя по городу с Хизри Магомедовичем, я увидел, что режим изоляции действительно поддерживается. Работают только торговли, которая осуществляет реализацию продуктов питания, иные объекты все закрыты. Люди выглядывают из домов, выходят, конечно, они видят мэра города, который проходит, который проводит сам лично разъяснительную работу. Все делается для горожан, для граждан. Главное, чтобы они нас услышали, главное, чтобы они нас поняли, и главное, чтобы они это исполняли в ежедневном режиме. Это главное, чем запомнилось нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова